Всем здравствуйте! Я сегодня за кадром, потому что я сама снимаю и сегодня я буду показывать видео обработку горловины для ткани и проймы тоже, кстати говоря, для ткани с пайетками. Здесь у меня идет сеточка, внизу идет подкладка, обработка у нас будет вот такая вот тоненькая-тоненькая, не знаю как вам видно, я стараюсь показать. Это будет косая бейка, но это будет обработка не совсем такая вот как косая бейка, мы немножечко ее сделаем по-другому. И также сегодня мы в видео с вами рассмотрим, как нам нужно сделать срезы, вот внутренние срезы плечевые, так чтобы нам ничего не кололо, ничего не мешало, потому что пайетки все-таки такие из металла сделаны, ну это не металл, это какой-то типа пластик, все переливаются, все сияют и они, конечно же, слегка-слегка колятся. Хочу сказать именно за эту ткань, это она из интернет-магазина Текстильконтакт, я приятно работала с ней, потому что я не поломала ни одной иглы, все шилось очень-очень как бы как по маслу, знаете, вот идет такая работа, поэтому здесь у меня все так и прошло. Ссылку на ткань на магазин оставим вам в описании. И давайте теперь рассмотрим особенности работы. Начинаем работу и, конечно же, мы должны с вами понимать, что пайетки, они будут колоться, если мы их оставим по срезам, потому что перед обработкой горловины нам необходимо будет выполнить плечевые и боковые швы. Вот смотрите, я сначала плечевые швы, вот я отворачиваю в сторону обтачку, ой, обтачку, подкладку, и сейчас я сетку с пайетками, отсюда буду вырезать, но вырежу я ее не полностью, а оставлю где-то миллиметра по три, вот так вот видите, я в стороны отвожу припуск на швы и срезаю сетку с пайетками, после чего я могу выполнить обработку срезов оверлоком и тем самым сетка с пайетками у меня будет как бы упакована и абсолютно не будет мне мешать колоться, то есть никакого дискомфорта у меня не будет, то есть выполняем сейчас по всем срезам это плечевым и боковым швы я выполнила ничего колоться нам не будет заутюживаем плечевые швы на спиночку и боковые швы тоже смотрят на спинку теперь нам необходимо кстати говоря вытачки я упаковала таким же образом то есть сделала все то же самое откладываю теперь нам необходимо для обработки проймы и обработки горловины я сейчас буду вырезать ткань по косой можно здесь взять любую ткань, которая вам понравится здесь можно взять и атлас, можно купить уже готовую косую бейку из атласа но она мне не внушает, честно говоря, доверие можно взять я не знаю, сетку просто сеткой обработать я взяла вот здесь у меня такой стрейчевый нейлон и сейчас под углом 45 градусов шириной 3,5 сантиметра я вырежу полосочки которыми и буду обрабатывать горловину но при этом я сейчас их вырежу и буду ну сейчас я вам покажу складывать вдвое какая нам необходимо будет нужна длина мы можем промерить пройму полностью полностью горловину либо стачать лучше всего, конечно, ну вот если вот такая вот прозрачная ткань то лучше всего, если мы не будем ее сшивать много раз а сошьем только в одном месте ну это может быть, допустим, линия плеча то есть где-то вот так вот по пройме лучше всего, чтобы это было скрыто под низом и вот так вот шириной 3,5 сантиметра вырезаем ну у меня будет в моем случае три полосочки я вырезала три полосочки определяем, какие у нас пойдут на пройму те, которые поменьше и та, которая у меня будет самая большая она у меня пойдет на обработку именно горловины теперь я должна определить какая длина мне будет нужна ну вот я беру вот так вот вдвое складываю горловину вдвое прикладываю один край при этом, видите, я посрезала кромки их у меня нет видите, прикладываю не к самому краю потому что мне нужно правильно будет сомкнуть кольцо и вот так вот в круговую немножечко в натяжечку промеряю нужную величину поворачиваю другую сторону и теперь разворачиваем кругом кругом мы должны одинаково натягивать но оно не должно быть прям стянуто сильно но при этом не должна у нас горловина болтаться и вот смотрите, вот я дохожу сюда и соответственно мне нужно будет все сомкнуть в кольцо поэтому я накладываю одну на другую деталь вот так вот и вот я вижу сколько мне необходимо ткани но при этом я должна еще сточать поэтому вот здесь вот где-то сантиметр я беру увеличиваю делаю такую маленькую надсечку все это буду сшивать в кольцо для этого вот надсечка совмещаю надсечку с краем и вот так же под углом необходимо срезать но при этом мы накладываем вот так вот ровненько я их срезаю убираю излишек и складываю вот таким вот образом лицом к лицу прокладываю строчку именно по косой и затем приступим к обработке горловина уже вдвое сейчас покажу дальше, что будем делать стачав кольцо, швы раскладываем в разутюжку теперь складываем вот так вот перегибаем пополам распределяем по горловине полностью и распределять я буду по изнаночной стороне можно вывернуть можно вот так вот как угодно можно распределить поделив на части вот я возьму разделю на 4 части горловину вот у меня допустим одна часть вторая часть потом я здесь сделаю сейчас такие маленькие-маленькие надсечки все равняем по середине переда тоже делаем надсечку теперь нам необходимо будет найти еще сложи вот так вот две надсечки середины переда и спинки и точно так же вот так вот проходим и вот здесь обращаю ваше внимание что не будут сходиться с плечевыми швами эти надсечки точно так же вторую сторону и таким же образом сейчас я поделю на 4 части саму обтачку тут уже все понятно складываю швом вовнутрь и с изнаночной стороны поравняв все срезы прокладываю строчку на расстоянии 5 миллиметров в круговую распределив я булавочками закрепила теперь ровняю срезы и вот так вот беру обязательно чтобы было вдвое и немножечко немножечко подтягиваем прокладываю строчку при этом вот так вот сделаю на два с половиной чтобы у меня было стежок небольшой выставляю прохожу в круговую еще раз повторюсь что обязательно следите за тем чтобы срезы были на одном уровне и старайтесь проходить тоже чтобы было ровненько я прохожу на ширину лапки чтобы край лапки шел по срезам теперь нам необходимо срезать все излишки вот здесь вот я буду срезать оставляя так пару миллиметров и я сейчас срезаю только пайетки но здесь вот смотрите если вы будете обрабатывать и у вас пайетки очень очень грубая что машинка не берет я имею ввиду игла ломается и так далее то конечно пайетки необходимо будет здесь вот убирать а потом возможно даже пришивать но в моем случае все хорошо все прекрасно и вот так вот я заворачиваю и получается такая тонкая тонкая обтачка надеюсь вам видно вот я выработку горловины уже сделала и по такому же принципу она получается очень тоненькая аккуратненько по такому же принципу делаем и пройму вот и все что он хотела показать надеюсь видео для вас было полезным всем удачи всем пока